В Урюпинском районе оперативники уголовного розыска задержали троих местных жителей. Двое супругов и их родственница подозреваются в кражах денег из квартир пенсионеров. В конце января подозреваемые, представившись сотрудниками социальной службы, вошли в доверие к 83-летнему жителю Урюпинска. Пожилой человек впустил их в дом. Пока одна из них отвлекала хозяина, вторая похитила 55 тысяч рублей. Аналогичный случай произошел с 88-летней местной жительницей в сентябре. Таким же образом незнакомцы в медицинских масках похитили у нее 70 тысяч рублей. Задержанные сознались в содеянном. В отношении них возбуждено уголовное дело. Сейчас они находятся под стражей. Полицейские выявляют дополнительные эпизоды их противозаконной деятельности. И к настоящему времени не исключают, что потерпевших не менее 10 человек. За прошедшие сутки нарядами ДПС задержаны 35 нетрезвых водителей. В Краснамейском районе поздним вечером сотрудники госавтоинспекции для проверки документов остановили Мазду. За ее рулем находился 43-летний рабочий. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения и от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Полицейские также выяснили, что в сентябре прошлого года он уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Нарушитель выплатил штраф и был лишен прав на полтора года, однако вновь сел пьяным за руль, за что ему грозит уже уголовное наказание. А ночью за езду в состоянии опьянения был задержан житель Дзержинского района. Водитель отказался от прохождения освидетельствования, в отношении него составлен протокол. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Центрального района. Несколько дней назад около одного из торговых центров подозреваемого задержали оперативники. По месту его жительства и в автомобиле полицейские изъяли различные виды наркотиков в особо крупном размере, которые он намеревался сбыть бесконтактным способом через тайники-закладки. Мужчина сознался в содеянном. Сейчас он арестован. Ему грозит серьезное уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.